Доброе утро, друзья! У нас в студии супер-гость! Вот так вот, сегодня не просто у нас утро, а утро звездное. У нас в гостях Наталья Полоцкая. Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро, ребята! Ну что ж, насколько нам известно, вы недавно приехали из Лондона. Расскажите, что там было, чем вы там занимались и какие эмоции? Ну, в общем, поездка была очень, конечно, захватывающей, интересной. То есть я решила повысить уровень своей квалификации, уровень своего профессионализма вокального в том числе. И решила попытать счастье, так сказать, и получить образование дополнительное за рубежом. Мой взгляд упал на Лондон в свое время. Мне нужно было подготовиться к экзамену по английскому языку для того, чтобы туда попасть. Я прошла ряд собеседований для того, чтобы меня одобрили и взяли на этот факультет. Факультет назывался «Высший диплом в музыкальном перформансе на вокале». Среди вокалистов там были также инструменталисты, то есть играющие на ударных, на бас-гитаре, на гитаре, студенты, вокалисты. Были факультеты для композиторов, для аранжировщиков, то есть были факультеты саунд-продакшена. В моем случае, конечно, мне очень повезло с педагогами, потому что там, например, были очень такие звездные педагоги временами. То есть, например, одна у нас преподавательница пела на бэк-вокале у Кристины Гильера в свое время. И самое интересное, что для них это очень престижно вообще быть преподавателем, обучать вот в этом заведении студентов. То есть они абсолютно непренебрежительно к этому относятся, к своей профессии, очень трепетно, очень ответственно. И, помимо всего прочего, они действующие музыканты, действующие певцы. То есть у них есть постоянные концерты, выступления и так далее. Ну и, конечно, год подарил мне массу впечатлений и знакомства с прекрасными профессионалами своего дела, музыкантами, вокалистами, инструменталистами. И получила я бесценный опыт. Мы писали также очень большое количество эссе. То есть это не только выступление и практика вокальная, это еще были написания личных профессиональных таких вот и научных работ. То есть, ну, конечно, действительно, и я считаю, что уровень английского моего тоже вырос за этот год. Потому что, ну, когда погружаешься в эту атмосферу, то знания твои растут. Плюс я освоила немножко сленг английский, разговорный английский в том числе. И решила приехать сюда. Ну, то есть я вернулась и решила, что надо как-то отметить это дело вот именно вот с точки зрения музыкальной, творческой. И я решила, мы из группы Radio Tequila Band решили устроить концерт в ресторане Gaudi, который назывался British Pop Hits, британские поп-хиты. Собственно, который состоялся 5 августа. Так. Это было великолепное событие. Я получила массу адреналина, массу эмоций. Мы собрали полный зал, был аншлаг. То есть вы там как раз-таки презентовали все те навыки, которые получили за рубежом? Я думаю, что я выросла немножко как артистка. Я даже на себя по-другому немножко взглянула после того, как я послушала советы преподавателей. И они научили меня многим фишкам, приемам новым, абсолютно неведомым мне до этого времени, этого момента. И также 5 августа состоялась премьера моего видеоклипа, автором идеи которого стал Александр Панайотов. Так, можно сначала, хочу вернуться немножечко к теме Лондона, обязательно вернемся к теме клипа. Хорошо. Расскажите, как у вас проходил вообще вот обычный учебный день? С чего он начинался, чем заканчивался? Вы вот действительно почувствовали себя той студенткой, которая приехала? Удалось ли хотя бы Лондон посмотреть немного или нет? Удалось немножко посмотреть Лондон, хотя, и вы знаете, вот система обучения такова, что во всех вузах, не только музыкальных, обучение происходит 3 раза в неделю. То есть это кажется, что это очень мало, то есть где-то вот часов по 6-7 день, 3 раза в неделю. Но самое важное, это самостоятельная работа, то есть как ты готовишься к занятиям, как ты готовишься к экзаменам. Там постоянно нужно пропадать в библиотеке, сидеть в интернете, искать материал. И библиотека, кстати, там очень классная была, там очень, я прочитала большое количество книг по вокалу, по менеджменту, даже о том, как быть учителем. Просто я, то, что я была какое-то время педагогом в Москве, давала частные уроки, мне было очень интересно, потому что я хочу возобновить свою педагогическую деятельность. И поэтому вообще времени ни на что не хватало практически. То есть я, конечно, посетила некоторые достопримечательности Лондона, я узнала какие-то даже места нетуристические, так сказать. У меня были любимые, появились любимые там места, конечно же, благодаря каким-то моим новым знакомым, которые мне показали Лондон немножко с другой нетуристической стороны. А учеба, конечно, была очень интересной. Я действительно почувствовала себя настоящей студенткой, вот как в те старые добрые времена, когда я только начинала учиться. Я вообще всегда училась хорошо, я вот любой материал впитываю как губка, особенно если он полезен для жизни, особенно если преподаватели, они так мотивировали, нас так воодушевляли, что вызывали невольный интерес к своему предмету. Тем более музыка – это мое призвание, поэтому мне было, конечно, я просто была голодная до знаний, то есть мне очень понравилось. Классно. Ну, давайте тогда вернемся к теме клипа. Недавно, я так понимаю, вы его сняли. Сняли год назад. Год назад. Как проходили съемки, чем вообще запомнилась эта новая? Что нам ждать, когда премьера клипа? Да, да, да. Уже для всех жителей, не только для тех, кто пришел на концерт. Да. Ну, во-первых, Саша Панайотов, он как бы давно является моим другом и коллегой, он, у нас такая с ним не просто дружба, у нас и работа на взаимотворческой основе. Например, я писала какие-то песни Саше, он, соответственно, тоже на совершенно творческой основе снял мне видеоклип. И он говорит, что песня очень классная. Я многим своим коллегам показываю свои песни, которые вот уже аранжированы. Он сказал, Наташа, слушай, какая классная песня, давай снимем тебе видеоклип. В итоге у нас начались, были съемки на улице, об этом, кстати, вот не узнают те, кто будет смотреть клип, потому что съемки с улицы так и не попали в кадр, потому что начался жуткий дождь. Это был август месяц, было очень холодно прошлым летом, и все кадры, линза запотела у камеры, и мы, в общем, все кадры были забракованы. Потом мы поехали, сняли лофт, очень прекрасное место на Таганке, и там было все необходимое, и нужный свет, и ветроду, и все дела, в общем, чтобы снять полноценное видео. И мы решили, что оставим именно кадры из лофта, они были самые лучшие, то есть мы в течение всей песни будете видеть меня, так сказать, в моем арктистическом образе. Уже интригующе, уже интересно. Да, ну то есть, ну просто очень красивое получилось видео, и Саша мне просто сказал, что я хочу, чтобы была ты, твоя эмоция в видео, и поэтому мы сделаем так, как я скажу. Я говорю, хорошо, ты режиссер, на твое усмотрение будем все делать. А о чем песня? Песня называется «Френд», «Друг», она о том, как бы, с одной стороны, она о моем альтер-эго, о творческом, а с другой стороны, о каком-то воображаемом человеке, тоже об артисте, который, может быть, испытывает какие-то в жизни трудности, возможно, у него какая-то хандра, состояние легкой, так сказать, творческой депрессии, в которую впадают очень часто артисты и многие творческие люди. И как бы я пытаюсь ему помочь, вытащить его из этого состояния, и говорю ему, что мы с тобой напишем еще не один хит, мы, я могу написать музыку, ты можешь написать текст, мы можем кооперироваться вместе, сотрудничать вместе. Песня очень душевная получилась, и Саша Панетов мне сказал, что я буду всегда считать, что эта песня ты посвятила мне. Я говорю, хорошо, договорились. Ну, расскажите, какие у вас планы, вот вы клип уже сняли, песню вы пишете, а дальше что? Ну, вообще, если я, я уже, в принципе, это не секрет, я собираюсь теперь, меня пригласили в этом, от этого же университета, меня пригласили поучиться на магистратуре, поэтому в сентябре я снова пойду в Лондон, учиться на магистра. Понравилось, я смотрю, Лондон не отпускает. В таком, более в такой серьезной педагогической сфере, чтобы передавать знания молодым начинающим артистам, учить, передавать свои знания вокалистам, ну и продолжать, конечно, творческую ссорную деятельность на сцене, и писать музыку, и тексты, и сотрудничать с другими артистами в том числе. И, кстати, это вот второй случай из истории университета, от этого британского, кстати, он называется The Institute of Contemporary Music Performance, Институт современного музыкального перформанса. А это второй случай, когда вот берут студента на магистратуру, минуя бакалавриат трехгодичный. Это, как бы, видимо, замок какой-то опыт. То успешно, поздравляю вас. Да, спасибо большое. Поэтому я, конечно, не могла устоять, так сказать, и решила, что надо дальше продолжать учиться. А дальше посмотрим, как оно будет. Ну, я в любом случае вернусь сюда, и, может быть, какой-то еще концерт мы с радио Текилы Бэнд организуем. Я просто с ребятами давно работаю, ну, вот уже года два, наверное, с половиной, и мне очень нравится их профессионализм, их подход к работе, их индивидуальный подход, творческий, и они большие трудяги, много занимаются, и я думаю, что это не последний наш концерт. Тоже, наверное, этим вдохновляет, что они такие трудяги. Да, потому что вот, что отметила я в Лондоне, это то, что музыканты, ну, и не только музыканты, вообще люди трудятся с утра до вечера, то есть для них они очень ответственно подходят к работе, и они очень страстно относятся к своей работе. То есть, конечно же, очень важно получать удовольствие, наверное, понятно, что это трудно, и всегда есть какие-то трудности, есть обязанности, у нас есть какие-то дела, которые мы должны делать в течение жизни, но есть какие-то моменты, если мы будем делать что-то без страсти, без огня, у нас, грубо говоря, результат будет соответствующий. Поэтому мне, конечно, понравилось, что вот музыканты, они могут там с девяти до шести вечера репетировать, и с девяти до девяти вечера репетировать, и потом выйти на сцену с такой же страстью, с таким же огнем, такими же пылками, вдохновленными, и отработать концерт на отлично. Ну, и расскажите нашим телезрителям, раскройте тайну, как же вы начинаете свое утро? Как же я начинаю свое утро? Ну, вообще, на самом деле, я по своей натуре сова, потому что, ну, собственно, когда у нас были, когда в моей жизни было очень много гастролей различных, я, конечно, вела по большей части ночной образ жизни, потому что в основном все выступления, они ночью, и, конечно, потом было так, что мы вообще не спали ночами, потому что с утра была какая-то уже съемка, то есть времени на сон оставалось очень мало. Сейчас я очень слежу за своим здоровьем и стараюсь высыпаться, потому что я считаю, что для вокалиста сон – это тоже очень важно, чтобы голос звучал с утра. Поэтому я достаточно рано начинаю свое утро, ну, то есть где-то в восемь, иногда в семь утра просыпаюсь, чашечка кофе, какие-то новости в интернете. Зарядку я не делаю с утра, я обычно занимаюсь спортом, где-то фитнесом, уже ближе к 12 часу дня. Ну, и, кроме того, здесь, в Кирове, у меня очень много друзей, и до сих пор осталось, и вообще появилось много новых друзей, с которыми я познакомилась еще два года назад, вот, ребят, которые регулярно ходят на мои концерты. С утра я предпочитаю иногда какие-то встречи, например, или репетиции у меня какие-то происходят, я начинаю распеваться. То есть, ну, вообще очень много разных дел, я так приблизительно описала свое утро. Но это все связано, в основном, конечно, с творчеством, с музыкой, хотя вот вдохновение у меня просыпается ближе уже к 10 вечера. То есть поздно так достаточно? Ну, после 10 прям вот какая-то мелодия начинает играть, а еще вот хуже бывает, когда, например, нет под рукой телефона, чтобы записать, я уже ложусь спать, и вот в голову начинает играть мелодию, я понимаю, что сейчас ни встану, ни побегу к инструменту записывать ее, то она уйдет на следующее утро, да. Поэтому приходится вставать, идти, потому что появляются мысли в то время, идеи, когда вот уже, как бы, ты, ну, не деспособен, так сказать. Вот. Ну, Наталья, можно ли вас попросить наших телезрителей разбудить окончательно, спеть что-то, исполнить какую-то композицию, чтобы точно вы проснулись, друзья? Давайте, конечно. Я спою отрывочек из моей любимой песни, из одной из моих любимых песен Тины Тернер, которая называется Simply the Best. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever met. I'm stuck on your heart, I hate on every word I just say, tears apart, oh, no, no, baby, I would rather be dead. Ну что ж, друзья, надеемся, что вы проснулись. Наталья Поваловская была у нас в гостях, поэтому, друзья, просыпайтесь и всех с добрым утром. Доброе утро.